Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 7 сентября 2015 года, выпуск номер 50, половина девятого по челябинскому времени. Всем привет. У нас сегодня несколько громких тем. Например, Google сменил логотип и усиленно вербует людей. PayPal придумал сервис для возвращения долгов. И новый iPhone снимает видео в формате 4K. Погнали. И самая громкая у нас сегодня тема. Кстати, Никита, сегодня у нас будет преамбула небольшая. Сегодня был человек, я по Яндекс.Метрике видел, который зашел к нам на сайт по запросу UwebDesign Hosting. Опа, это что это? Путем спрашивания в чатике я, конечно, узнал, кто это был. То есть это не просто левый чувак? Ну, конечно, не левый, но сам факт того, что действует, зараза. Ну, тогда вырубай. Давай, давай. UwebDesign и хостинг-провайдер smarttape.ru объявляются в местную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товар-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Интересно, вот тот человек, который зашел по ссылке, какой период оплаты он указал? Я надеюсь, что хотя бы первые полгода. Да, возможно. Хотя, ну, на тот момент, когда зашел, только зарегистрировался, еще не указал. Еще не. Тем не менее. Не пришли нам денежки. Пока нет. Ну, так вот, ты мне, первая тема твоя, ты мне скажи, какую из новостей открыть, потому что тут, да. Ну, давай начнем на английском, наверное, новостей откроем сначала. Потом уже будем там Артемия Ф. Лебедевых, вот это все. Короче, тема не новая, она, скорее всего, протухла сильно, потому что мы, опять же, как обычно, выпустили подкаст и после этого Google сменили логотип. Они как ждут. Они, да, они думают, так, понедельник, сейчас вот в Челябинске вечер, так, сейчас мужики запишут, и мы сразу можем, все. Да. Вот. Значит, давайте, давайте сначала о том, что саму вот эту буковку G, вот эту саму, не то, что вот надпись. Ну, давай, по факту, Google сменил логотип вот на такой вот. Вот на такой. То есть засечки все из шрифта убрали, и кроме того, что сам логотип стал, ну, как бы, другого шрифта, да, еще вот фавыконочка из просто буквы G, там, в предыдущих вариантах буква G была строчная, а теперь вот заглавная буква G четырехцветная радужная, я бы даже сказал. Так вот, буква G-то была давно придумана, и я вот сейчас думаю, опять же, это из нее все выросло, весь шрифт, или, ну, мы сейчас подумаем. Короче, вот смотри. Значит, букву G придумал сто тысяч лет назад наш русский чувак Денис Картунов, да? Сейчас я открою ту новость, в которой об этом говорится. Давай. С ленты.ру. Опа. Так вот, короче, он придумал, и немного с другими цветами, как ты видишь. И причем цвета, ты видишь, немножко... Нет, цвета те же, просто, видишь, на 90 градусов крутанули их в обратную сторону. То есть ты же видишь, что последовательность точно такая же, только... Ну, они темнее, как минимум. Ну, само собой, что оттенки другие, с этим я спорить не буду, да. Да, то есть гамма другая, маленькая. Вот, они крутанули, да, и сделали вот такое... Почему они вдруг решили? То есть, блин, ну вот давай возьмем 2008 году, нормальная тема была. Чувак смотрел в завтрашний день уже тогда. Кризис был 2008 года. Он думает, дай-ка я на фоне падения фондовых рынков американских. Точнее, это не фондовых рынков, это сейчас у них падение фондовых рынков. На фоне кредитного пузыря я сделаю вот букву G для гугла. Ну, видимо, просто. Но там, по-моему, знаешь, ему просто не нравилось практически. Фактически он сделал. Ну, он... У него в блоге описано, почему и как. Хотя заметка была удалена, она все еще доступна через сервис Wayback Machine. Ну вот, да, про почитайте, если вам интересно. Короче, а сам шрифт, сам шрифт, они приравняли к алфабету вот своей хрени, которую мы... Мы в прошлом подкасте про нее говорили? Мне кажется, в позапрошлом. Про этот мыльный пузырь, опять же. Мне кажется, в позапрошлом, вот их ресурс. Да, то есть именно холдинг, вот этот алфабет, в который входит гугл теперь, а он с таким же шрифтом у них, логотип, как ты понимаешь. И видишь, все стало по-детски. Везде кубики разбросаны. На самом деле шрифт-то и на Proxima Nova довольно-таки сильно похож. И я могу сказать, почему он используется в детских кубиках, потому что, чтобы шрифты с засечками расшифровывать, нужно больше мозговых импульсов, потому что они как бы такие все фигуристые. И несмотря на то, что после этого уже с чтением книг у всех людей есть просто, ну, как бы, историческая память на распознавание сериев шрифтов, для детей санс сериев шрифты без засечек более понятны. Знаешь, даже иногда дети сначала только печатные буквы понимают, письменные им как-то тоже сложно. Кстати, да. Это все об этом же. Поэтому в детских кубиках санс сериев шрифты... Хотя я отыграл в детстве в кубики, может быть, у меня даже и засечками были. А у нас русские были засечками, кстати, реально. Я вот сейчас вспоминаю, и там не было вот такого, что это самое... Они разноцветными не были. Они были деревянные. Они деревянные, прибитые к полу, я помню. Не, ну на самом деле, во-первых, это упрощение. Это тебе еще больше дает понять, что вообще каждому Google доступен, получается. Даже детям. Даже тупым. Да, да. Ну, в одной из версий, на самом деле, они сказали... Точнее, не в одной из версий, а у себя на блоге они написали, что... Вот, типа, сейчас Google на таких большом количестве платформ доступен, в том числе там на мобилках, там на планшетах и так далее. А там сериев шрифты рендерятся просто хуже, сглаживание хуже. Там все это в кучу сбивается на маленьких экранах. И поэтому санс сериев шрифты банально лучше рендерятся на новых экранах. И с учетом того, что большинство трафика сейчас все в мобильный перешло, вот такие метаморфозы в том числе... Ты имеешь в виду просто вот прагматический абсолютно смысл? Тупо прагматический, потому что вот мне недавно звонила Ольга Кох из Ютьюба. Одна из там заведующих, а я это заведующими называю. Заведующими областного комитета по России и Украине, партнерской сети. Генсек. И она рассказывала, что вот у нашего канала, Юэп Дизайн, на котором мы сейчас вещаем, беспрецедентно высокий показатель людей, которые смотрят с компьютера, там 80 с небольшим процентов. Она говорит, я такое не видел уже много лет, что сейчас все в мобилке, уходят все с телефона, все смотрят или с планшетов, там как угодно. Ну ты представляешь... И для них это уже реальность. Это для нас с тобой это еще завтрашний день. А для них это уже реальность. Ну ладно, давай посмотрим, что наши русские супер-мега-дизайнеры, такие как Артемий Лебедев, говорят по поводу нового логотипа. Что имеют сказать? Ну давай посмотрим. Причем я уверен, что многие из наших читателей думают, что фигня этот логотип. Вот по-любому. Да, пишите в комментариях, давайте попробуем... Свой бизнес-линчу строю? Да, палец вверх этому видео, если вам нравится. Этот логотип. И репостите его к себе на стены, если не нравится. Это слишком сложное задание. Короче говоря, вот предложили Артемию Лебедеву разобрать. And Seeker предложил. Некий, да. 1 сентября Google поменял логотип. Поехали. Он выкатил, короче, полностью, как логотипы были исторически. И здесь Лебедев комментирует вот сбоку. Он комментирует к 2013 году, типа, что давно пора было это говно динозавра списать в утиль. То есть в 2010 году было еще говно динозавра, вот это выпуклое. Да, видимо из-за выпуклости. Может быть, или он в 2013 начал уже понимать, что вот именно эти засечки это говно, и надо вот что-то новое. Ну, кстати говоря, у Apple уже 100 тысяч лет было плоско, пока еще Google не сменили на говно динозавра, на выпуклое. А у Apple было ли выпуклое? А, они же яблоко-то тоже уплощили его, еще когда iOS 7 вышло, да, согласен. Там перестал вот этот блик объемный быть. Да, то есть Google, они как-то попозже чуть-чуть этим занялись. А потому что Apple, для них настолько сразу сегодняшний день стал трафик с мобил, потому что они же этот трафик для себя и сделали. Ну, кстати, да. И вот к 2015 году пишет Лебедев в комментарии, все правильно сделали и каждый год делали правильно, внося малозаметные изменения. Я вот, честно говоря, малозаметных изменений не... Ну, смотри, в 99-м году еще была тень, в 10-м ее уже не было. А как вот эту букву Е, смотри, поворачивают постоянно туда-сюда? Ну, букву Е ее вот не поворачивали с 99-го по 2015-й. Ну, кстати, да, смотри-ка. То есть, ну, вот это уже их фишечка. Хотя, на самом деле, там же в комментах вот здесь сказано, что там... Это там новые гротески, в которых всегда Е повернуто, потому что там то-то-то для оптической компенсации и бла-бла-бла. А мне на Internet Explorer вот эту номер. А это будет. Вот та первая статья, которую мы открыли, там-то есть вариации. Там вариации. И там будет Internet Explorer в том числе. Так вот, и он еще дописывает комментарий. Каждый графический дизайнер может задуматься, а справился бы он с такой задачей? Так как логотип Гугла видит миллионы людей каждый день, на самом деле, пухой какой он. Заметил наш обозреватель. Да. И даже если завтра Гугл переименуется в Тумпф, все привыкнут за неделю. Таков эффект масштаба и повтора. Мне всегда... Мне вот теперь хочется понять, почему Тумпф? О чем он думал, когда это писал? Вот, может быть, это какой-то мем из 80-х сериалов... В смысле, из сериалов 80-х. Может быть, в Макгайвере или Крутом Уокере была какая-нибудь тяцкая компания Тумпф, которая там что-нибудь не знала. Это да. Нет, это, конечно, он прав. У него всегда есть одна мысль, где он прав. По крайней мере, в этом-то точно. Потому что все видят, все привыкнут. Это понятно. Но... С другой стороны, смотря, что ты хочешь вызвать этим изменением. То есть ты можешь вызвать просто, знаешь, ну, скандал, чтобы бред сделал. Да не обязательно скандал, просто повышенный интерес. Вот надо было это сделать, надо было это сменить. Как раз, кстати, у Google Plus же тоже логотип сменил. Да, да, да. Я тебе сейчас покажу на примере нашего аккаунта на YouTube. На YouTube прям? Да, там у нас есть ссылочка Google Plus. А, вот она. Да, я вспомнил, да-да-да. И вот она вот такая. Если я зайду на сам Google Plus, то, возможно, вот, вот. Я-то вот эту искал. Видишь, красненькая с плюсиком вот такая. Тоже чуть-чуть изменили. Ну, кроме того, что тут просто плюс дописали. Вот именно вот эта вот маленькая, она мне понравилась. Вот эта понравилась. Сам логотип Google говно, вот эта понравилась. Плюсик, смотри, тоже в такое как бы переделали маленько. Ну... Я, правда, не помню, какой он был. Вот я тоже уже не помню, но факт, остается факт. Так, ну и что? Давай еще... А, давай теперь посмотрим, как над ним... Посмотрим комментарии. Ты имеешь в виду шахматы? Одно и то же, ёпта, да. И вот эти шахматы. Нас в iTunes все еще не впилили, поэтому можно материться. Ну, кстати, да. Эксплисит контент. Так, где-то здесь было что-то смешное, но, видимо... Вот, да, вот это смешное. Я, правда, не понял, что это такое. А, ну это типа морда в свачках и нос, и волосы. Хахал, мне вот это понравилось. Вот это мне понравилось. Отлично. Я предлагаю... Это 2025 год просто еще. Да, да. Я предлагаю на этом закончить осмотр бизнес-линча. Да, перейти... И вернуться к вот этому, что вот Bing бы выглядел вот так, например. Да, блин, вот с этими... Игра с этими цветами мне немножко все равно непонятно. Вот я тебе говорю, что нет никакого алгоритма с этими цветами. То есть мы смотрим на это, и просто мы это воспринимаем, как вот просто как будто нам действительно кубики выкинулись с такими цветами. И у нас вот так получилось. Ну согласись, если бы тут был какой-нибудь черный, то у нас бы не было там вот этого задора. Или если был бы фиолетовый. Это слишком уже сложные цвета. А если... Нет, а если был бы алгоритм... А тут практически РГБ. Нет, а если был бы алгоритм? Три буквы идут такие, и потом три буквы такие же идут. Но это скучно было бы слишком. Я думаю, они как-то продумывали это все. Ну, я согласен, там гений. Мы просто не понимаем, возможно, с тобой ничего. Это гений, я согласен. Вот, фейсбук бы вот такой был. Я, кстати, веселенький, смотри какой. Ну, действительно. Тут, кстати, есть... Хотя нет, тут тоже нет алгоритма. Хорошо. А вот как они делали вот этот вот... Вот это гений. Вот это гений. Я тоже не знаю как. Нет, это же непонятно. Ну, кстати, я так думал, от нас ждут. Да и на самом деле напрашивается комментарий про радужность всего происходящего. Да не хватает цветов для радужности. Фиолетовый все-таки нужно. Или оранжевость. Я понимаю, да, но везде заголовки были радужный логотип Google. Вот такое. И нам... Да, но я говорил уже, что в комментариях очень много писали, что... Чего вы не обсудили радужный логотип Google А там? То да сё. Вот такой. Ну, такой-то будет. Это практически уже настоящая тоже явь. Да, кстати говоря, у них же есть какое-то разноцветное яблочко в чём-то. Но это же их старый. Это же... Ты же понимаешь, что... Э, если я сейчас загуглю Apple... Не-не-не-не-не. Э, ладно, старый. Подожди. Вот давай сейчас вспомним. iTunes Muse удерживает. iTunes новый, да-да. Тоже всё в радуге теперь. Вот он. Во-во-во-во. Ну, вот мы-то с тобой... Ну, такой-то да. Но мы не застали. Если бы мы застали такой, то это мы рассыпались уже. Вот это хорошо. Получи по носу. Ну, так вот. Амазон. Тут вообще совсем по детям. Кстати, никто же... Улыбочка ещё больше детства добавляет. Да, никто, кстати, не знает, что это улыбочка. Вот по-любому никто не задумывался у нас. Во-первых, я напоминаю то, что от A до Z есть вообще всё типа на Амазоне. Да. А ещё и улыбочка. Это вообще-то... Это гениально, кстати. Вот Амазон... Вот это ещё гениально. Отлично. Это причём Edge именно? Это Edge, да. Это именно новый. А eBay, ну, он почти такой был. А я вот... Какой eBay же такой есть, уже знаешь? Ну, вот я не помню, но... Возможно, там цвета чуть-чуть другие. Видно, что мы не это... Не это... Ну, шрифт чуть-чуть другой. Слушай, ну, цвета-то реально тут. С засечками, да? Цвета такие. А, не прикольно. Смотри, да, Google слезали. О-о-о-о-о-о. А чё такое? Чё такое? Firefox без зелёного обошёлся. Напрашивай. Хотя бы лапку бы сделали, если это лапка, конечно. Ты думаешь, это лис? Да, я думаю, это... Лис. Я что-то... Вот хорошо похитил. Я даже не догадался. Тут был, кстати... Сейчас я... Был один хороший этот. Я помню этот комментарий. Я доскрою на него вот раз. Во-первых, вот это. Отлично. Но тут было ещё вообще хорошо. Сейчас, сейчас. Ну-ка. Блин, перевернул. Вот, вот этот вот. Эээ, ну да. Это именно eBay из гугловских букв полузатёртых, там полу такое. То есть, понимаешь, это B, это G перевёрнутый. А-а-а, всё понял. То есть, это именно корявый eBay. Ну, круто, круто. Ну, вот такая вот тема. В общем, все мы, естественно, привыкнем. Я, если честно, уже привык. Конечно, чё, я вообще уже не обращаю внимания. Да, вроде бы и похрен. На самом деле, ты в списке ссылок, которые надо открыть ещё на Википедии почему-то оставил статью. Да, это чтобы на Альфа-Бет. Просто я хотел отсюда перейти, но на самом деле... А-а-а. Тут ты... Не, ну ты можешь перейти на их статью на Вики. Там у них маленький логотипчик будет. Да мы же на сайте были. А мы уже видели его, да, вот он. Ты сбрендил, мы только что это делали. Да-да-да. Так, кстати, о логотипах у нас есть ещё одна тема. Verizon сменил свой логотип. Я думаю, они решили просто подсуетиться и на волне всех новостей о том, что Google сменил логотип, тоже... А давай ему тоже сменим? Ну, слушай, давай. Подожди, стой. Давай вспомним вообще, какой он был-то в Verizon. Здесь есть, здесь есть. Ну-ка. Это новый. А вот такой был. Угу. То есть галочка везде присутствует? Да, это их как бы вот брендинг. А как это относится к телефонной связи Verizon? Да, давай скажем, что Verizon это оператор мобильный. Один из крупнейших в России, хотел сказать. В Соединенных Штатах. В Соединенной России. Да-да. Так вот, тут, я так понимаю, это поток. Поток данных. Видишь, Z прям такой быстрый поток данных. Блин. Один просто галочка и поток данных есть. Как вам сейчас уже у всех быстрый. Тин-дин. Да, а тут просто то, что ну как бы галочка и галочка. Ну, тут Say Hello, во-первых, Verizon. Это их типа слоган? Это вот их новый типа. Это как они анонсировали. Hello, Mo. Но вот у них есть их письмо. Типа, вот мы там меняем новый логотип, там, бла-бла-бла. И тут, на самом деле, вот самое в мире скучное, вообще, самый скучный пресс-релиз. Мы учли, там, 15-летнее наследие, там, в новом стиле, там. Мы вот долго с этим были, но мы не можем стоять на месте. Мы должны идти, там, навстречу новым тенденциям, там, все. Новый логотип, он проще, легче восприятию, бла-бла-бла, там, все. То есть вот, ну, самая скучная вообще в мире презентация, какая могла бы быть. Кстати, шрифт теперь не курсивный, а, как бы, обычный. Не, вот шрифт мне нравится, он как-то прикольный. Этот какой-то по 90-м, вот, который бывший. Да, ну, может быть. Он в наклончик, вот этот наклончик. Ну, этот наклончик, он как у Майкрософта был, тоже в старом, в этом. Ну, ладно. Я прям вижу засаленные трубки такие черные, большие кирпичи с надписями Ryzen. Как это, в GTA Vice City, да, здоровые, с антеннами раздвижные. Все доджи. Вот, ну, тоньше, да, тоньше он еще стал дополнительный. В общем, суть в том, что у них осталась галочка, что мы работаем, все хорошо. Ну, блин, конечно, если бы они сменили еще галочку, это вообще было бы. Да, была у нас новость про то, что PayPal сделал сервис для возврата долгов. Для выбивания долгов. Практически для выбивания, да. Ты, короче, кидаешь ссылочку, и она выбивает сама. В общем, суть какая. Они открыли PayPal.me, некий сервис, с помощью которого ты сделаешь личную страничку PayPal, такую, как вот, легкий пример, как Яндекс кошелек. Кошелек. Да. И все, и тебе могут спокойно кидать, просто донатить, просто ради доната. Почему они это раньше не сделали? Раньше Яндекса хотя бы. Нет, ты всегда мог это делать, ты всегда мог просто зайти к себе в личный кабинет PayPal, ввести имейл получателя и написать, сколько ты ему скидываешь. Все, на этом заканчивалось. Ну, это сложно. А как встроить на сайт? Никак. Хотя нет, виджет PayPal встраивался на сайт тоже всегда. То есть это было, просто здесь это именно прикольная страничка. То есть ты тут именно кидаешь просто ссылку, и там уже, если ты залогинин, ты только нажимаешь кнопку «Отправить бабки», подтверждаешь, что ты отправляешь бабки, и все. Ну, слушай, да когда... То есть это именно просто практически фронтированная страничка. Понятно, ну давай страничку покажем, у нас такая есть. Да, в общем, мы создали, чтобы после просмотра этого подкаста никто не забил имя YouWebDesign. Я думаю, что все после просмотра сразу начали донатить. К сожалению, нельзя написать YouWebDesign, приходится писать Александр Гончаров. Нет, вот, нет, то есть мы с тобой же постановили, что типа можно на ОООшку. Ну да, если у вас корпоративный PayPal, то можно написать название вашей компании. Если у вас корпоративный PayPal, это уже вообще, это все. Ну да, вы немного другие налоги будете с этого всего платить. А так можно просто отправить за уплату долга, за там разные вещи. А смотри, если мы подумаем, чем это удобнее, чем Яндекс? Может быть, это для русского человека удобнее, чем Яндекс или нет? Если мы поставим, что это оплата за товар или услугу, вот здесь гавочку, а это нас ни к чему не обяжет, но все вот эти транзакции будут покрываться программой защиты покупателей PayPal. То есть ты можешь вот так скинуть бабки, потом написать в PayPal, типа это, а чувак мне не дал тот товар, который как бы обещал. И PayPal, я не знаю, какое расследование он проведет, но вернет тебе деньги. Я вот так делал, когда на eBay покупал очки, и мне пришли паленые очки, я написал в PayPal, типа мне чувак отправил паленые очки, они мне вернули бабки. Ну да, на eBay я знаю, что это, там суды вот это надо, там что-то судить. Это даже не суды, ты просто открываешь тикет, и PayPal даже не разбирался. Просто, ну окей, хорошо, вот тебе бабки назад. Но там на eBay это до, там, скольки-то там, до тысячи долларов или, ну, до небольших сумм. То есть если тебя обманули по-крупному, то ты уже лошара. То ты лох. Да. Нет, а ты, наверное, прикладывал какие-нибудь картины. Я вообще ничего не делал. Я просто написал, что меня не устраивает, что типа condition не такой, как чувак рассказал, а писал. Понятно. Я не знаю, подтвердил ли он там с той стороны. Ему и eBay написали, что ты серьезно обманул? Да, и он такой, конечно, я обманул. Ты Саньку из России обманул, тебе как-то стыдно из соединенного королевства в Великобритании. И он, видимо, сказал, ну, ну бывает, мужики спалили. Ну блин, да. Возвращайте ему. Я не знаю, с него вычли или нет. Ой, я не знаю. Или PayPal из своих вернул. Тут как-то это все непонятно, но на вопрос, чем это лучше, я не знаю, Яндекс деньги возвращают при каких-либо условиях что-то или нет. Кстати, они-то еще подумают, надо ли Саньке вернуть или нет. Да, потому что они-то все-таки понимают, как бывают, работают разные схемы. Ну, факт остается фактом. PayPal, они же не только для России сделали этот сервис. Ты же понимаешь, что они-то его сделали на весь мир. Да, конечно, я так. И вот там-то во всем мире кошельков, ну, как бы они есть, но PayPal-то самый популярный. Поэтому там-то у них это бомбит, и я думаю, что уже все начинают скидывать. Все пользуются, да. У нас-то есть, не к рекламе будет сказано, а Тинькофф-кошелек, например, где ты просто на номер телефона можешь скинуть. Да, ну, в Сбербанке также, но просто, ну да, да. Да и в ВК же или где-то в Фейсбуке, да. Да, ну, в общем, PayPal просто подтягивается к тренду, который уже давно зародился. Немножечко про дизайн аналитики. А именно, Creative Block, хотел сказать, блог, а тут блок Q на конце. Блог? Ну, так. Они рассуждают о том, что гифографики, это, возможно, новый, как бы, путь впечатлять клиентов. Impress. Impress. Оставлять впечатление, тут, господи, сколько всего всплыло-то сразу. Так вот, типа, забудьте про стандартные инфографики, новый тренд это гифографики. То есть, вот ты зашел, и тут хоп-хоп мигает, все прикольно. Знаешь, что, почти, я знаешь, что скажу? Вот есть прикольно, мне очень нравится. У Цианид Инхэппинес в их комиксах бывает какой-нибудь из комиксов, да, есть гифка. Именно, знаешь, там, допустим, три изображения просто картинками, а четвертая гифка. И это смешно, это прикольно. Особенно вспоминая, какие там гифки обычные. Да, да. Там вообще хорошо. Так, сколько он тут занимает? Написано? Не написано. В общем, есть здесь и плюсы, и минусы. Да, на самом деле гифки, естественно, прикольнее, чем просто картинки. Но, во-первых, они больше места занимают, они долго грузятся. Во-вторых, они, когда грузятся, они лагают. Помнишь, там есть такая тема, что пока гифка не прогрузилась, там кадры медленно так идут. И, на самом деле, есть джаваскриптовые скрипты, как приостановить начало всех гифок до того момента, как они не загрузятся. Но все равно, если делать какую-нибудь гифку высокого разрешения, то будет полный досвидос. Несмотря на то, что вот здесь почему-то пишут, что есть вот такие эксперты по CSS3, Dave Ellis и SoulSmartMoney. Это тоже, видимо, имя, фамилия. Отлично. Они вот начали использовать гиф-инфографики. Вот, например, видишь, тут хоп-хоп чуть-чуть подмазюкивает. Дулукс. Просто это что-то даже не 60 FPS, это просто как-то худшее какое-то. Вот тут подмаргивает. Да какие 60 FPS? Здесь просто сам факт того, что что-то двигается, тебя это дополнительно привлекает. Все, не более того. Понятно. И желательно поменьше, потому что если побольше, то, ну, ты будешь это, вот, давай, сколько это будет грузиться? Да не, ну, у тебя на интернетах-то быстро грузится. Да вон у тебя справа вот тут реклама гифки один сплошный. Согласен, Nvidia Quadro. Я вообще почему эту тему сегодня взял? Потому что это как... Тут вот пишут еще. Ну, надо вот следить, чтобы больше одного мегабайта там не было, там, говно. Ну, то есть, хотя один мегабайт для гифки нормального разрешения, это мало. Вообще нихрена. Поэтому еще там вот эта классическая проблема с цветами, что если чуть побольше зажал, там, 16 цветов сразу. А, кстати, да, гиф же, именно сам формат гиф, он же, по идее, хуже качеством, чем... Да, да, он хуже чуть качеством, но потом его уже допилили, он более-менее нормальный, и он и транспарентность там поддерживает, и все хорошо. В отличие от, например, APNG, который есть, но он плохо имплементирован. Так вот, я почему вообще эту тему, повторюсь, взял? Это как мы с тобой периодически смотрим новый тренд 2015 года, большие изображения на хедер. Ну-ну-ну. Как бы это вообще ни хрена не новый тренд. И почему я это говорю? Потому что вот, например, на дизайн мода в 2014 году, я просто помню, как я в паблик прям ставил эту статью, 18 июня 2014 года, как вы здесь видите. Так, надо закрыть здесь, все закрыть, все вылазит, окей. Хотят денег, русские. Да, да. Сминьи. Создаем типа SVG инфографику. Угу. То есть здесь ты берешь непосредственно из люстры инфографику, импортируешь ее на страницу, и что-нибудь с ней делаешь. Вот, например, здесь видишь анимации. Это SVG анимации. Кстати, смотрите, у нас ролики на канале про SVG анимации. Так, а гифки тогда при чем здесь? Гифки при том, что гифки ради анимации, а здесь можно всю инфографику анимировать, причем по событиям, там, видишь, солнышко светит, чуть-чуть мигает, облачка вот так перепрыгивает по-смешному. Здесь вот людишки уменьшаются, увеличиваются, то есть вот. Ну, это сложнее, кажется, 100 тысяч раз. Большой вопрос. В гифках это надо отрисовывать, а тут заскриптил это и все. Ну, кому что легче, да, понятно. Кому что легче. И ты видишь, здесь интерактивность можно добавить. То есть ты навел и зависло все вот так вот. Да, гифка-то она тебе такого не даст. Гифка вообще не даст. Но, в общем, SVG еще и виснем, да, как я понимаю? Тут именно область, она такая. Ну, это фиксится, это смотря на какой паф ты хувер настроишь. То есть здесь везде это есть вот так. И тут, короче говоря, интерактивные инфографики вот такие. Ты видишь, там даже отрисовывается политическая карта. Монголию можно увидеть. Отлично. Она значительно интереснее, чем просто гифка. Хотя у них, наверное, разный перпес. То есть гифка-то, если тебе нужно реально в одном месте что-нибудь поданимировать, а тут у тебя полноценный сайт информации такой прям, ну, сайт-инфографика такой хороший. Я к тому, что это и не новый тренд анимации в инфографиках. Было всегда. Но инфографики же, они пошли все-таки из журналов, мне кажется. То есть вот я читал в юбилейном выпуске Scientific American, когда ему 170 лет исполнилось недавно, тут несколько месяцев назад. Они писали, что почему вообще журнал бомбанул, потому что он всю информацию не занудно с инфографиками показывает. Ну и правда, там в каждой статье есть инфографики, где там что там. И хоть даже если это статьи про математику, там реально рисуют куб, там простые группы, там теорию и так далее. Это очень круто. И если бы не инфографики, то журнал бы не бомбанул тогда давно, там в 1800-бородатом году. Поэтому они же изначально были как статический контент придуманы. Я думаю, что не так скоро отомрут статические инфографики, если вообще отомрут, потому что, ну... А что интересно, вообще исторические инфографики, она откуда пошла? Из каких-нибудь блогов схемстара? Я думаю, из публицистики, конечно, надо было что-то изобразить, показать, там... Промышленная революция, как обычно, слабо серии в шрифты появились и начали показывать на дои. Только не на дои, а там увеличение там в черной металлургии производства, вот таких вещей каких-то. Ну да. Я думаю, вот с этого пошло, потому что, ну, это логично. Потому что тогда как раз сказали же, что если бы не вот эта революция промышленная, то дизайн бы вообще никуда не скакнул, потому что там конкуренция поперла, началась реклама и так далее. И вот эти все сферы, они выстрелили очень сильно в те моменты. Ну, кстати, да, реклама тогда и поперла, да. Так что переходим к следующей теме про то, что Google вербует людей. Это вот бомба, я считаю. Ну, рассказывай тогда нам про бомбу. Так вот, рассказываю, Google, как же будет такая мощная корпорация, как Google, нанимать людей? Конечно же, с помощью своего поисковика. Как, 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 именно так. Так вот, некий математик, опять же, что там мы сегодня про математику? Макс Россетт нарвался на такую хрень. Как Том Нарвола Реддл? Да, как Том Нарвола Реддл нарвался на такую хрень. Значит, просто гуглил себе всякую хрень, опять же, по программированию. Это анонимные функции для Пайтона. Да, да. Причем он математик, но как бы программером хотел стать. То есть он закончил там универ, как я понимаю, и т.д. и т.п. И вот гуглил, просто вот искал что-то. В последних разговорах у экрана мы разговаривали, что очень много людей с пайтоновским бэкграундом, на самом деле ученые математики, физики, и наоборот, очень много... Черт, на самом... Очень много ученых, на самом деле, программистов. Вот, да, я запутался. Ну да. Вот, и ему, значит, по этому поисковому запросу выпало не только несколько вариантов, как бы, ответов, как обычно. Несколько вариантов страницы. А ему еще и выпала такая хрень, что ему приглашали... Ты разговариваешь на нашем языке. То есть ему уже, как бы, открыли лазеечку. Там прям вот... Пройди челлендж. Мне понравилось, как ты сказал про то, что как Алиса в странице чудес... В кротовую нору, да. В кроличью. Да, кстати, может быть, мы сейчас и попробуем. Давай введи... Вот что за муток слог? Какой... Вот введи так же, как у них. Просто вдруг у нас... Нас тоже сейчас бросит в кротовую нору, и мы попадем уже... Так, ну ты, ты думаешь... Сколько ты думаешь еще после этой статьи в кроличью Наруто бросились? Там уже все, закрыто оно. Подожди, тогда давай про питон введем, пожалуйста. Просто я думаю, что мало ли кто бросился, там же еще задачки надо решить. Ты же сам понимаешь, что если это как бы... Нет, что-то уже не будет ничего. Да, ну... Нет, ну ты шутишь, что это невозможно. Тогда это странно, потому что, как бы... Я думал, там алгоритм классический при определенных фразах выдавать вот такой... Нет, ну это только на 1 апреля настолько классический алгоритм, что там ты пишешь, там, пузырики-пузырики, и у тебя эти все результаты поиска пузырями покрываются, там. Ты помнишь же, были какие-то такие приколы? Ну и вот, в общем, ему-то выдало, но это тогда еще более загадочно. Ну окей. Так, ну там какой-нибудь рандомизатор просто хитрый как-то, ну... Может, мало ли, какая-нибудь до этого история поисков была? Ты же понимаешь, что не на условиях одного вот этого... Кстати, да, кстати, да, может быть. Но у тебя тогда тоже должно было выдать. Мало ли, у тебя-то там тоже история поисков. У меня, понимаешь, пич-пичные, такие кугу не нужны, я думаю. Не берут таких, суждая. Короче, он нажал на эту ссылку, типа... У меня еще, понимаешь, я еще через сафари серфили. Там, возможно, это отсекается сразу вообще. Там сразу... Он-то через хром, да. Он, конечно же, через хром. Ну вот. И, в общем, он нажимает на ссылку I want to play. То есть там реально именно сыграть в игру. Хочешь ли ты со мной сыграть в игру? Есть еще don't show me this again. Испугаться очень сильно. No thanks, это ты еще прям хочешь судьбу за места потаскать. Вдруг ты как бы... Ну, как бы ладно. Ну, давай в следующий раз сыграю. Да-да-да. No thanks. Да, вот тут... Значит, и он нажал. И попал на... Попал на стартовую страницу Fubar. А вот уже на Fubar, кстати, мы можем на него спокойно перейти. Ты вот можешь на него перейти, да. Он там уже начал всякое. Во-первых, он залогинился под Google-учеточкой. И там... Там ему типа консольная штука выпала. Давай вернемся обратно на статью. Нет, видишь, меня-то не пускает. Просто... Говорит, типа, ищите дальше. Ну, ты тут на Safari на своем ищи дальше там. Вот, короче. Окей. В общем, он открыл единственный файл Start Here с помощью вот этой... Ну, Катерская утилита. Ты там смотрел, что внутри и увидел, что есть лист команд... Этот список команд. Да, список команд. И там ему начали выдаваться задачи, как я понимаю. Он уже команду, да, вводил? Да, видишь, пять уровней задач, которые он выполнял. Ну, там написано, что... Fubar version 43 beta. Смотри, 43. Chrome сейчас 45. Возможно, и это было в июне. Возможно, тогда и было. Возможно, все-таки реально, это надо быть с Chrome, а он тебе еще там... Ее апдейтит одновременно с Chrome. Ну, может... Нет, спокойно. Я спокойно верю в это. Короче, он прошел все эти задания. Его прикололо. Он просто на энтузиазме делал. Это бесплатно, сложные задания. Да, он сказал, что двое суток ему дали для того, чтобы решать эти задачи. Ну, он там первую задачу за пять часов сделал. Там следующую, следующую. В общем, его это увлекло. Просто ему было это интересно реально. А потом ему сказали... А потом вот там было где-то про кроличью наручность. Я найду. Значит, его увлекло, увлекло, бла-бла-бла. А потом ему надо было оставить контакты, естественно. Он оставил контакты, ему позвонили и пригласили в офис. Еще и резюме. А, резюме. Резюме сначала? То есть вот он задачи-то решил, но если бы у него образования не было, его бы не взяли. Так что дети, ходите в институт. Ну, ты думаешь из-за этого? А может быть, он там хобби расписал свои там? Люблю смузи. Я не представляю, как меня вы курите? Вот такой вопрос задали. Отлично. И он, честно, ответил, что нет. Потому что иначе бы его в гугл не взяли. Его бы не взяли. Да он все бы там ответил. Ну и, короче, и все, и нормально все. Он теперь новоиспеченный гуглер, как тут написано. Потому что, да, вообще мне понравятся их головоломки. Здесь, конечно же, куча завистников в комментариях образовалась, которые пишут, например, Поиск, дешман, рабочая сила, готовая на себя. Чел сидит в хроме за логине, равно на приватность ему плевать совсем. Зато может что-то кодить и тратить до хрена времени на всякую мыть за бесплатно. Это я про задание. Идеальный кандидат. Круче было бы, если бы гугл названивал на выключенный андроид. И здесь ты мне можешь историю сегодняшнюю свою рассказать для наших слушателей и зрителей. Как моему бате звонили на выключенный андроид практически? Да, да, да. Не, он заходил, по его словам, он зашел на какой-то сайт по строительству. И практически через несколько минут, когда он уже вышел с сайта, собственно, ему позвонили и говорят, а на мобильный позвонили, и говорят, а вы вот сейчас заходили, собственно, к нам на это. Может быть, вас что-то все-таки заинтересовало? Может быть, какие-то строительные материалы? А он нигде ничего не вводил, и в ВК странице у него не написано, там телефон. И, в общем, непонятно, как они это узнали. Я не стал вот это расследование проводить. Но он мне это удивленно рассказывал, я уже боюсь, что за нами следят, походу. Ну, я точно помню, что... У меня не Windows 10, кстати. Да, кстати, я хотел сейчас тебе предложить этот вариант. Я видел, когда был момент, я пытался писать сниферы из социальных сетей. Так вот, я видел статьи на платные сервисы, реально, там было для ВК. То есть ты подключаешь к своему интернет-магазину хреновину, которая смотрит ВК-айдишники чуваков, которые к тебе заходили, если они залогинили в ВК. Ну, это окей, это без проблем. Это не без проблем, я пытался такое написать, и ни хрена не получается, потому что везде надо дать согласие на то, что ты такой-то чувак. Понял, то есть, короче, типа подтверждение уже самого пользователя, что ты типа API-ху юзаешь. Что ты поддаёшь права вот этому приложению, ну, пропустить нереально вообще. Хорошо, допустим, даже ты пропустил, допустим, батя тупанул, пропустил. Вот, и они... А телефон? Они просто, у них падает айдишник, и они по этому айдишнику пишут чувакам на ВК. Типа, вот мы видели, что вы вот этот товар смотрели, а почему вы его не купили? А давайте мы вам ещё что-нибудь покажем. Может, вы подъедете, посмотрите, там, вот так вот начинали. И, в принципе, если валятся айдишники, то там можно и номер телефона посмотреть просто и позвонить, но это уже совсем охренеть. Ну, это да, но, опять же, у бати не указан телефон, видишь? Может, он его убрал после этого, испугался, а тебе наврал. Не, да он не умеет убирать. Нет, суть не в этом, смотри. Короче, а можно ли? Ведь все же телефоны хранятся на ВК в базе. Но это уже совсем глубоко, да? Ну, не глубоко. Вот, например, Телеграм. Он на ангуляре написан, веб Телеграм. Ну. И есть расширение для Хрома, которое показывает весь скоуп переменных ангуляров. И вот ты зашёл, открыл чат с чуваком, и по его айдишнику можно спалить его айдишник чата, его ник и так далее. Телефон нельзя. То есть там без токена нельзя запросить телефон. Но кто его знает, разработчики-то те же, что и на ВК. Ну, ВК, конечно, не на ангуляре написано, но тем не менее. Кто его знает, что там в кодах можно посмотреть, если ты там знаешь какой-нибудь айдишник, то... Да, с учётом того, что логин на ВК это теперь номер телефона. Вот, 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 да. Я вот об этом. Ну, понятно. В общем, короче, у нас тут, как обычно, скандалы, интриги и расследования. Заклеенные видеокамеры, да. Да, пишите в комментариях, если вы заклеили после этого видеокамеру свою. И не заходите на строительный сайт. Да, и на ВК лучше не заходите вообще. Да, только в нашу группу. Да. Переходим к блоку новостей про WordPress. Причём блок новостей громко сказано, потому что новость у нас одна на этой неделе. Все смакуют выход WordPress 4.3 по-прежнему. Я думал Chrome 45. Chrome 45, он вышел-то всё-таки недавно. Да, точнее, давнее. Так вот, баг в Chrome 45, баг, который отвечает за отрисовку, не даёт пользоваться админкой. Как ты видишь, здесь валится всё вот так вот. Нельзя на ссылки некоторые нажать. Да, я понял, ну. То есть вот здесь написано, что прямо на WordPress.org на трекере ошибок много людей написало тикет и подтвердили, что в 45-м Chrome дерьмово рендерится админное меню. Вон, там, смотри, сколько скринов, там, то-то-то-то-то-то. И кто-то пишет, я не смог вот на 44-м хроме, там, и выяснили, короче говоря, что это только на 45-м хроме происходит. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно отключить во флагах slimming paint. То есть ты просто вот пишешь это в стройке у себя, как обычно? Да, ты пишешь chrome flags, ну, можно и хэш тоже написать, он тебя доскроллит сразу до нужного. Там пишешь disable и перезагружаешь хром, всё. Вот так вот это решается. И самое интересное, что уже разработчики хрома узнали, работают над исправлением, и исправят только в 47-м хроме, потому что один 46-й уже ушёл на золото, как говорили мы в жюри. Там уже, да, уже всё уже сделано, всё уже в релизе. Да, ты мне тоже тут за кадром рассказал случай из практики. Да, да, то есть вообще, ну, я так понимаю, знаешь, вот что я тебе рассказал, на самом деле просто я вот сейчас подумал, что, в принципе, в новой версии хрома могут быть ошибки в любом случае. Я думаю, ошибки связаны с canvas, если мы говорим про пейнтинг. Хотя там у них-то в админке это не про canvas. Может быть, там веб-шрифты как-нибудь отрисовываются дерьмово. Ну, это от рендеринга зависит, если где-то в рендеринге используется вот этот вот slimming paint, который, типа, крутой, то могут возникнуть проблемы. Ну, понятно. Ну, короче, да, просто он же .85, вот новый хром-то. Он не то, что 45-й, я так понимаю. Нет, это 45 и билд 85, понимаешь, когда он 45 ещё в бете, вот этот билд другой. И потом та финальная бета, которая, типа, стабильная, её уже выпускают в релиз, и билд просто весь и написан. А, понял, понял. Ну, ты скажи, а то мы заинтриговали. А, ну, короче, да, то есть у меня на работе такая же история была, то есть проблема вот с этим .85 хромом. Я чё-то не думал, что это именно релиз на этот тоже. У нас там была проблема, у чуваков не отображалась .8хрень, тоже с canvas, по-моему. Ну, я уверен, потому что... Да, поэтому, собственно, всё про одно, короче. То есть и здесь бывают баги. Да, вообще, поэтому мы на сафари сейчас и серфим, потому что если у меня админка вордпрессовская валится, я же без последний хрен с маслом буду доедать, потому что нечем будет сразу зарабатывать. Так вот, наша следующая рубрика, она называется «Вопросы». Вопросы? Почтовый ящик? Почтовый ящик. Утренняя почта, только вечерняя почта. Вечерняя почта, да. Мне нравится, кстати, название «Вечерняя почта». Так вот, объясню происхождение вечерней почты. Давай. Я на YouTube в описании канала сменил почтовый ящик на work-sobaka-you-op-design.ru. Это давно было при чём? Как сказать «давно», может быть, неделю-две назад, неделю назад. А, ну окей, да. Вот. И на Google+, соответственно, тоже изменилось. Так. Не знаю, ну, на ВК, на Фейсбуке, по-моему, я... Там нету нигде почты. Хотя, да, да, на ВК я тоже эту почту дописал в свой блок контактов. Угу. Так что тут можно долго думать, откуда кто написал, но поступило несколько писем. Их мы будем сейчас зачитывать и попробуем ответить. Да, первое письмо такое. Привет. Не знаю, куда вам обычно пишут вопросы. И теперь знают. Расскажите, как вы относитесь к компаниям, которые делают премиум-темы типа «Монстры на все случаи жизни». Красиво только у нас в демо. Что думаете... Это саркастическое замечание. Да. Что как бы вы... Сами вы на этом сделаете, скорее всего, хреновин. Да, красиво только у нас в демо. Что думаете про UTheme и их крутой виджет-кит? Они выросли с просто премиум-тем, теперь у них уже есть свой CSS-фреймворк, а также своя система виджетов. Поговорите про CSS-фреймворки. Ну просто вот поговорите про CSS-фреймворки. Не одним же бутстрапом, единым. Может, UI-кит от тех же UTheme. Ваши рассуждения хотелось бы послушать в подкасте. Спасибо. Подпись. Захаров Владимир. Говносайт-отдел, ибо не программист. Отлично. Как Владимир? Владимир, отвечай. Говносайт-отдел. Далее говносайт-отдел. Мистер говносайт. Хорошо. Так вот, как мы относимся к темам монстр на все случаи жизни? Хорошо относимся, и у нас на канале даже есть обзор на одну из них. Тема One от итальянцев из THB Themes. Прекрасная тема, на ней можно все сделать вообще по красоте. То есть там не только у них в демо все красиво, хотя, конечно, ну, несколько сайтов на ней надо сделать, прежде чем все было хорошо. Кстати, Europe Design.ru на данный момент сделан на ней. Ну, то есть, в принципе же, можно доверять ребятам, которые в топах, там, топ-3 лучших темы на Forrest? Ну, можно, но в любом случае лучше как-то попробовать и решить, нужно ли тебе именно это, потому что... Вот, например, один из минусов. Там есть пейдж-билдер в этой теме, да и, в принципе, там много всяких дополнительных штук, там, виджетов и так далее, дописанных. Так вот, весь код в них, он не очень SEO-ориентирован, например. То есть заголовок каждого виджета — это аж один тег. И нет никаких фильтров, которые позволяют в дочерней теме это изменить. И мне для того, чтобы на Europe Design.ru с этой проблемой справиться, а я решил спустя год все-таки справиться с этой проблемой, я напрямую фиксил это в сурсах. И теперь, когда я тему буду обновлять, я не буду ее обновлять. Потому что это все, как бы, изменения отвалятся, и вот такая вот хреновина. То есть здесь вы скованы ровно той кастомизацией, которую за вас продумали чуваки, которые создавали тему. И хорошо, если они свои экшены и фильтры придумали, которые вы можете использовать, менять и добавлять. Вот в WAN много собственных экшенов и много фильтров. Но вот, в частности, билдер и такие базовые блоки, они не фильтруются вообще никак. Как сделать с ними ничего нельзя, кроме как тупо переписать код в сурсах? Ну, это вот на первую часть вопроса. А теперь давай про CSS-фреймворки. Ну, причем, кстати... Подожди, вот виджет-кит, я просто тоже посмотрел. Это, грубо говоря, насколько я понял, я не ставил себе. Хотя можно, наверное, посмотреть демо. Я не знаю, демо... Черт. Работает только у нас в демо. Демо, к сожалению, джумловское. И нам оно сильно много не скажет. То есть есть, как бы, виджеты. Ну, я так понимаю, это то же самое, что пейдж-билдер, только почему-то называется виджеты. То есть, пока я ничего такого нового не вижу. Да, ты говнище, господи. Вот Gallery, Slideshow, Grid, GridStack, GridSlider. В общем, типа набора тоже пейдж-билдерных тем, но не дотягивающие до, например, One, или до Divi, или до Avada. Если говорить о топ-3 на Team Forest, то они все-таки покруче будут, чем виджет-кит от YouTube. И, в принципе, это очень часто работает с вот такими площадками, которые не Team Forest, а на собственной площадке продают. Хотя Divi это тоже Elegant Themes. Но вот она такая стендалон, она неплохая. А все остальное вот на Team Forest лучше, чем вот на таких площадках. Поэтому виджет-кит говно, а в целом неплохо. Они подходят для определенных проектов, на которые не так сильно нужно заморачиваться, за которые чуть меньше платят, и просто побыстрее их сделать и забыть. И что касается их UI-кита, я сейчас открою, с Bootstrap тоже не сравнится, несмотря на то, что вот это все штучки у них на лейнинге, это SVG. То есть у них у самих все сверстан довольно прикольно. Во-первых, Лес поддерживает. Уже как-то нос хочется воротить. Даже Bootstrap четвертый уже на SaaS перешел. А так в целом ничем он не отличается от других, так скажем, CSS-фреймворков, кроме комьюнити. Там до хрена и тем, и вообще всего. А тут ни хрена. А тут ни хрена. Подожди. Также, кстати, Foundation 6 выходит. Да, вот я хотел сказать, будет же, будет скоро уже родной. Да, сейчас я даже, у меня есть в истории, я сегодня смотрел, ZORP анонсировали, что уже как бы будет шестой Foundation. Ждите, типа там, вот будет вот это, будет вот это. Не будем сейчас спойлерить, когда выйдет, естественно... Ну, это будет уже, он же давно уже на SaaS, я уже не представляю, что они докрутят. Он сразу на SaaS. Ну вот они пишут, что будет еще легче, все будет круче. Уберут лишнее всякую хреновую, потому что вот тут пишут, что иногда, или используя, или Bootstrap, или Foundation, приходится 90% CSS-а выпиливать весь нахрен. Видимо, они тоже, они так и сделали, выпилили все нахрен. Даже для тех, кому он теперь пригодится, они не смогут его использовать. Что-то такое. То есть, я думаю, что Bootstrap и Foundation, это все-таки более такие популярные штуки, которые лучше использовать, потому что по ним и подсказать могут, и больше каких-то комьюнити материалов, чем по этому UI-киту. Но я слышал, что его кто-то использует, но нахрена его используют, я не знаю. Ну да, то есть, если ты хочешь себя загнать в рамки, и потом из этого как-то выплывать, то можно. Есть, конечно, еще Компас, то есть вот, например, я его часто использую, compasstyle.org, у них сайт. Это не просто CSS-фреймворк, хотя тут так написано, это еще и библиотека миксинов и так далее, ну хотя в Foundation и Bootstrap тоже это миксины. Короче говоря, это на Ruby написанная хреновина, которая прямо расширяет SAS по полной, даже функции некоторые добавляют, очень, очень крутая штука. И кроме нее еще есть Burbon. То есть, мы говорим о CSS-фреймворках, я пытаюсь как-то оправдать, что здесь происходит. Я понимаю, что не про вину. Так, Burbon, Burbon, да, вот это, вот Burbon. Burbon IO. Да, если правда что-то здесь происходит. Simple lightweight mixing library for SAS, то есть там их несколько, есть Knit, Bitters это, Knit это Grid, Bitters это компоненты. То есть, никаких этих, и Refills тоже, они все еще так проговорили именно как, пробухло, короче говоря. Здесь тоже большое количество разных компонентов, и у Burbon'а большое тоже community, то есть им пользуются, и не зря им пользуются, это круто. То есть, поговорили про CSS-фреймворки, Владимир, пользуйтесь тем, что подходит, а лучше покупайте тему One по нашей реферальной ссылке, там круто. Следующее письмо в нашей вечерней почте пишет Олег, причем пишет, как я понимаю, на ВК. Привет, смотрю вас давно, как-то обещал видос о выборе между адаптивностью, как-то ты обещал видос о выборе между адаптивностью и моб-версией. С тех времен прошел год, разбери этот вопрос в рамках 2015 года, к чему стоит больше склоняться. На стороне адаптивности много плюсов, но есть большие минусы. На мобильном устройстве увеличивается в разы трафик, нет возможности смотреть фулл-версию, что многим клиентам нравится больше даже на моб-устройствах. А минус со стороны моб-версии это поисковая оптимизация и больше работы. Думаю, у вас найдется больше примеров и доказательств того или иного примера, опять же. Спасибо, точка, жду. По скриптуму, надеюсь, хватило сил дочитать. Я на последних сетях тебя сейчас слушаю, я вот на меня щемить аж в груди начало. От Олега. От Олега, да. Ну, мне кажется, что вопрос уже давно отпал. Адаптивность стопудово лучше для веба, потому что мобильная версия, которая через M. там что-то там, это справедливо для всяких сайтов типа MVideo, у которых реально мобильный трафик это целая отдельная штука, и нужно всем людям зайти посмотреть это все, то есть он с других серверов отвечает прямо. Какая тут нахрен поисковая оптимизация? К ним и так заходят миллиарды людей, и им просто нужно помочь юзерам сквозь весь их контент не пробиваться. То есть тут выбор, понятно, в пользу мобильной версии, хотя я бы даже на их месте просто уже в приложение ушел. То есть нативные приложения сейчас могут работать с REST API, если просто все возвращается с вашего бэкэнда на сайте в виде JSON, можно это расположить в мобильной версии именно в нативном приложении, оно будет еще быстрее, и оно будет меньше батареи жрать там и так далее. Ну, все плюсы по сравнению с веб-версией. Хотя иногда в нативном приложении и просто веб-кит разворачивают, и тоже сайт адаптивно открывают. Непонятно, нахрена это делает, но такое тоже встречал. Так это просто, видишь, дополнительно, чтобы пользователь установил приложение. Ну, вот мы с тобой же, помнишь, обсуждали в каком-то из подкастов или в быту, что подвели статистику, что 90% людей нативным приложениям верят больше, чем мобильным версиям сайта. Ну, это да. Что вроде как ты поставил, у тебя есть целая иконка, и это стопудово можно доверять. В App Store же говна не пропустят, в отличие от Google Play. Хотя там тоже ввели модерацию, мы тоже как-то с тобой обсуждали, сейчас там получше все стало, но тем не менее. То есть это напрямую зависит от укропненности вашего бизнеса и вашего сайта. Начинать лучше всегда с адаптивности, потом, если трафик растет и отказы мобильных пользователей растут, можно сделать отдельную мобильную версию. Про поисковую оптимизацию в тот момент уже не придется задумываться. Да и на самом деле в вебмастерах можно же добавлять, по крайней мере в Яндексе, что мобильная версия по ссылке такой-то. Для Google, конечно, нужна адаптивность. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что ранжирование будет падать, если нет мобильной версии у сайта. Ну, кстати, да. Тут хреново, да. Но если ты NVIDIA, то тебе уже, наверное, и наплевать. Ну, просто, да, как бы заказать, короче, через интернет-магазин и там заплатить карточкой в приложении, это все-таки больше доверия, чем на какой-то странице. Да, да. То есть, и, соответственно, третий... Глаз зеленый человечек, газета Аномалия. Третий путь — это нативное приложение для всех платформ, которые вас интересуют. Это прям, это самое крутое. А так в целом... В 2015 году решительно ничего не изменилось, по сравнению с 2014, год назад, когда я обещал. Да и, собственно, ровно потому, что сейчас ответ уложился в 3 минуты и нет смысла снимать про это видео. Кстати, да. Я все... Ну, все вспомнили. Да-да, вроде, да. Да там, в основном, оно и было. Жду ПС, надеюсь, хватило силы дочитать. Короче, следующий вопрос в нашу вечернюю почту. Привет, Саша. Меня зовут Леша. Зовуй причем. Меня зовут Леша. Я подписчик его дизайн. Я все пытаюсь найти нормальное решение с SVG, чтобы доступ с точки зрения JS, CSS был и чтобы с точки зрения кэширования тоже полуприкрыть. Придумал... Отлично. Придумал один вариант, но не знаю, насколько он целесообразен. Короче, думаю, SVG писать текстом в JS и вываливать на страницу при загрузке. Как думаешь, имеет ли это смысл или лучше просто все изначально в HTML запихнуть? Заранее спасибо. Леша. Способ действительно крутой. Так и делай. Это касается и того, что, допустим, вот есть у тебя несколько CSS-файлов, один из них отвечает за критический CSS, который наверху. Ты его прям инлайново вывалил к себе, а все остальные подгрузил по тайм-ауту, по таймеру точнее, после того, как весь документ подгрузился, ты прямо вручную JavaScript-ом создаешь link real-style sheet и инициализируешь их. То есть, ну, это такой способ lazy load CSS. Также можно делать и с SVG. И здесь точно будет доступ и JS, и CSS. Причем здесь кеширование я не очень понимаю, потому что если просто SVG лежит на странице... Ты можешь с собой попу прикрыть? Ты не понял, что ли я не... Ну, если ты прикрываешься с VG кешированием попу, то... то ты обычный, ты ничем уже не покроешь. У тебя от попы ничего не остается. Я такая у тебя и попа, что ты ничем кроме с VG кешированием уже прикрыть не можешь. Как дыра черная зияет на всю страницу. Так вот, SVG это тот же XML, поэтому если он просто на HTML странице лежит, то он кешируется вместе со страницей. Если он лежит в отдельном SVG-файле, он тоже кешируется как отдельный файл. Поэтому тут, в принципе, попа, она по умолчанию прикрыта со всех сторон. И как ты ее раскрыл перед этим... Чтобы ее так прикрывать. Ну, вообще, способ крутой. JavaScript после загрузки страницы что-то дописывать и догружать, это нормальная практика, это типа круто. Окей. Следующее и последнее на сегодня письмо, которое нам пришло. Кстати, присылайте побольше писем, будем больше ржать. Пишут, пишут. Я потом прочитаю, кто пишет. А вообще, приветствую. Других почтовых ящиков не нашел на ваших сайтах и сетях. Поэтому пишу сюда. Устал гуглить, решение не найдено. Слушаю ваш подкаст, и вроде бы про это вы там говорите иногда. Суть. Есть диф размером 1 к 1, 1 к 2, 2 к 1 и 2 к 2. Короче, квадрат, большой квадрат, вертикальный блок и горизонтальный блок. Есть картинка непредсказуемого размера. То есть, может быть вертикальный, может горизонтальный. Картинка в этот диф вставляется через имк, и надо сделать так, чтобы картинка уменьшалась, увеличилась пропорционально до размеров диф, и заполняла его весь и центровалась. Без полей по бокам или сверху снизу. Сделать это, если картинку пихать из CSS бэкграундом и бэкграунд сайз кавер, получилось, но надо сделать через имк. Понял? Зы. Одни условия, я слышу. Большой квадрат, маленький квадрат, вертикальный блок еще, ну слушай. Зы. Бэкграунд и бэкграунд сайз кавер не подходят, ибо через JS идет рэндом картинки при загрузке и смене ее по времени. Хочется сделать красиво и элегантно. Благодарю и буду рад, если поможете. Добра. А как там подпись звучала у человека? Подпись звучит так. Егор Ильин творец, фотограф и дизайнер. То есть он реально фоткин? Отец, сын и святой дух. Короче, я так понял, он реально фотки туда пихает. То есть я так и понял, горизонтальные, вертикальные. Да, но у нас есть односложный ответ. Пошел. Прикрывай попу, просто сведите кишево, и все. Есть на jQuery Rain демочка, на которой 20 разных вариантов кропа с помощью jQuery. То есть jQuery будет кропать прилетающее изображение по нужным размерам, хоть в маленький квадрат, хоть в большой. Хоть вертикальный блок, хоть горизонтальный. Это что касается, если на клиенте это нужно делать. Причем там есть решение даже с помощью Canvas, которые это делают. Слушай, подожди, кропать, так это что, будет Инстаграм полный, что ли? Да при чем здесь Инстаграм? Ну он, видишь, хочет, чтобы без полей было. Он хочет, чтобы обрезало. Background size cover, он так и делает. Он в центр ставит, и что влезло, то влезло. Я имею в виду, что как в Инстаграме и будет обрезать. Ну сейчас тоже не обрезает, но в смысле... Ну да, да, обрезал бы, как в Инстаграме, на большой и маленький квадрат был бы так же. Да, да, да. И кроме того, что можно это делать на клиенте с помощью таких JavaScript решений, в данном случае jQuery, хотя тут может быть какие-то не зависят jQuery, хотя мы на jQuery RA находимся, хрен или тут не зависят. В WordPress можно добавить несколько размеров изображения через add image size, и при аплоде картинки он будет генерировать все нужные размеры в темплейтах и просто в тот момент, когда ты это верстаешь, тебе в сурсах нужно указывать, что если ты знаешь точно, что здесь горизонтальный блок, то подгрузить такой-то размер картинки там, ну, это не сложно и даже если ты этого не знаешь заранее, ты можешь jQuery, зная какой квадрат, по аплоду, по маске, какой размер файла там должен быть, который ты указал через add image size, ты можешь подгружать именно такую, просто меняя SRC у этой картинки. Ну, в общем, хитрые колдунства. Погугли про add image size и там все понятно будет, поэтому вот, я думаю, Егору мы тоже уже ответили. Ну, что, сейчас самая горячая тема? Самая горячая тема iPhone 6s будет снимать 4K видео, а именно 9 сентября презентация Apple, как мы помним. Послезавтра, получается? Да, в среду, хотя обычно в четверг они это делают, но вот в среду. Нет, подожди, там же опять же с часовыми поясами. Ну, у них в среду утром, у нас в среду вечером, то есть мы как бы 10 часов вечера мы надеваем халат, наливаем себе... Причем халат, знаешь, с вышитым яблочком таким. Нет, халат такой, больничный. Понятно. И рыбашку еще на нас надевают с незначительными карманами, но сзади. Вот Тим Кук показывает нам iPhone вместе с Apple Watch. Я не знаю, ну, наверное, это с какой-то презентацией, что-то он сдал в последнее время, какой-то старый. Но он счастливый все равно. Ну, я согласен, с его этими всеми... Наклонностями? Да, можно быть счастливым. iPhone 6s, iPhone 6s Plus, внимание, будет новый цвет. Rose Gold. Красное золото, розовое золото, которое в Китае более популярно. Или у нас. Не, я думаю, в Китае все равно. Да, у них там все такое. Будет новый сплав, 7-тысячный какой-то алюминиевый сплав, который там на 60% сильнее, чем обычные сплавы, на 30% легче. Блин, самолет уже. Практически самолет, действительно. Дизайн, сказали, чуть толще будет телефон, но мы не заметим. Почему чуть толще? Потому что будет дополнительный чип. Так, подождите. Дополнительный чип, вот он, NFC-шный. Лучше шифрование, то есть подносить карточки будет еще более шифровано, чем до этого. Так. Обещают новые камеры, то есть, например, селфи-панорама можно будет полностью снимать слоу-моушен видео. Объясни мне, селфи-панорама, то есть передняя камера будет... Передняя камера будет снимать панорама. Обычно сейчас панорама только на заднюю можно снимать. Сказали, что фокус будет лучше, то есть там как бы 4К-видео будет снимать с задней камеры, потому что она 12 мегапикселей станет. Я вот видел фотки, просто обычные, вот у тебя Батя снимает на шестерку, вообще замечательно. И тут уже что будет? Ну это потому, что у меня Батя снимает. Ты же знаешь, он там знает, что там. Он знает, какой свет, какой еще. Конечно, свет, свет. форс-тач-скрин, обещали форс-тач, делают, то есть как бы... Это все еще слухи, между прочим, то есть мы обсуждаем то, что возможно будет, может быть, этого и не будет, но скорее всего, да. И вот в iPhone 6s iOS 9 будет некоторые уровни нажатия определять, то есть это просто в опихе, они подсмотрели в SDK, что чем сильнее ты жмешь на экран, тем другое будет, так скажем... Ну это, кстати, по железу-то другая технология. Там вот они на ноутбуках делают на... Ну, как бы на тачпаде, который железный. Он механический, да-да-да. Здесь это будет именно логически как-то высчитываться, понятия не имею, как это их проблемы. К сожалению, или к счастью. Смотри, тут акции-то падают, упла. Да, но у них все сейчас падает вместе с Китаем, то есть там... Быстрее красное золото выпускать. Видимо, чтобы хоть как-то поддержать курс. Здесь написано, что в некоторых программах по-разному, в Maps Application, если Force Touch жмешь, то он сразу строит туда маршрут, например. То есть, как имплементируют, в каких приложениях что сделают. Но я думаю, это не должно быть что-то прям такое, что вот только если Force Touch, можно включить маршрут. Потому что автоматически ущемлены все владельцы предыдущих трубок. Поэтому будем смотреть, как нам это презентует Фил Шиллер или кто-нибудь. Ну, новый процессор А9, 2 гига памяти. Я думаю, это все ожидаемо и может быть даже и не самое необходимое, что может быть. Так, Apple TV. Ну да, новый Apple TV, который прям поддерживать будет App Store. Смотри, видишь картинку? Справа он типа толще. Ну да. То есть, потому что AC Wi-Fi выпустили и там модуль просто банально больше места занимает. Может быть там радиатор накрутили специально, чтобы его охлаждать. Не знаю. Ну, на самом деле, кто не знает, она и так там практически в руку помещается. То есть, она очень маленькая. маленькая хреновинка, такая 10 на 10 сантиметров, я думаю. Может быть даже меньше. Может быть 8 на 8. Вот так вот. То есть, она будет такая же, но просто толще и поддерживает новую прошивку. Там будет App Store и Siri. И из-за того, что будет App Store будет поддерживать Bluetooth эти, геймпады. То есть, можно будет играть в игры, которые выпустили специально для Apple TV. Фактически, мы получим новую игровую консоль уже с огромной базой пользователей. Я думаю, они составят конкуренцию как минимум Xbox One. Потому что PlayStation 4, они прямо сейчас сильно на коне. Они очень, очень много продают. Но Xbox One, я помню, что они что-то все уже... Они отсасывают немного в этот раз. Но тоже у них есть своя аудитория, есть какие-то свои эксклюзивы. Просто вот не знаю. Пишите в комментариях, какой консолью вы пользуетесь или собираетесь пользоваться. Я имею в виду PlayStation 4 или Xbox One. Потому что после выхода это все Apple TV купили. Выкинув все это, хлам сраный. 4K стриминг не добавили. Кстати, будем откровенны, контента все еще нет. Blu-ray Foundation только в этом сентябре заключают договор, что на Blu-ray можно будет выкладывать 4K видео. И H265 кодек тоже еще не до конца готов, чтобы это все умещалось на Blu-ray диск. Поэтому пока эра 4K видео еще не наступила. Хотя может быть кто-то уже купил себе панели 4K. Я не знаю, что они смотрят. Хотя, наверное, знаю. НТВ. Да, двигаемся дальше. А, кстати, здесь Siri тоже, да, я уже сказал. Угу. iPad Pro. Мне вот вчера батя подходит или поздно вчера и говорит, ты слышал, новый iPad будет там 12-дюймовый. Я как бы знаю, что я слышал, потому что у меня в Твиттере много слухов про Apple. Но вот только сейчас я такую цельную информацию вместе с вами читаю. Ну, ладно, я готовился к этому, перед этим прочитал. 12-9 дюймов iPad Pro будет, большой планшет, тоже там, естественно, Force Touch и стилус поддерживает. То есть, я так понимаю, для графических дизайнеров будет такая хреновина. Возможно, уже бета-фотошоп написан для iPad Pro. Я просто смотрю, вот у тебя тренажка же ноутбук. Да. Блин, вот такой будет, представляешь. Ну, я могу себе представить, будут подставки сразу, куча бизнеса будет на подставках построена, на всяких связывалках iOS-ного фотошопа и обычного. Так и на стилусах. Само собой, на аксессуарах очень много денег заработают. Они очень часто для этого и меняют же форматы там и так далее, чтобы как-то на аксессуарах дополнительно денег поднять. Потому что мы же знаем, что производители принтеров зарабатывают не на принтерах, а на картриджах. Кстати, да. И производители вапоризаторов, то есть электронных сигарет, они на жидкостях зарабатывают, они на самих... Ну, на расходных материалах. Да, то есть всегда на расходниках зарабатывают, поэтому, я думаю, это тоже не лишено смысла и будут использовать iPad Pro, как вместо вакомовских планшетов. Я не знаю, насколько они поделили как-то заранее рынок, подумали об этом. Может быть, как Apple и Microsoft в конце 90-х, когда они решили, что у нас вот будет премиум сегмент, а у вас будет обычный потребительский. Вот поделили они как-то с вакомом это или нет, непонятно. Так что вот посмотрим, посмотрим, что нам предстоит. iOS 9.1. А, это вот iPad Pro вместе с 9.1 будет выпущен. В новембре будут продавать. Естественно, Split View, iPad Mini 4, Apple Watch, новые, новые эти ремешочки. Тоже от сторонних производителей дополнительно. Видимо, ребята из Белкина или откуда-нибудь позвонили, сказали, мужики, надо как-то постандартнее застежку сделать. Watch OS 2. Наконец-то часы смогут сами запускать приложение, не только там быть тонким клиентом. Посмотрим, как нам это презентуют. То есть, можно долго обсуждать, какие есть слухи на данный момент, а как это будет потом реализовано. Ну, с точностью процентов 80, я думаю, здесь сказано, но какие-то технические детали нам пояснятся с ценой. Ну, кстати говоря, Watch OS 2, так это чё это? Это значит, если такое выпустят, это можно и часы брать, там уже всё отлажено будет? Непонятно. Ну, очевидно, что первый Apple Watch будет поддерживать Watch OS 2, потому что иначе это вообще досвидос. Ну да. Но про вторые часы это здесь и не сказано. Не, я имею в виду, что раз ось новая, это значит уже ошибки. обнова прилетит, обнова прилетит, я думаю. Железо уже изначально было готово к этому. Ну, понятно. Я имею в виду, что ошибки ушли и может быть там же всё хорошо в часах. ну, аккумулятор там от Watch OS 2 не распухнет, к сожалению, в два раза и не станет занимать меньше места, поэтому, я думаю, классическая проблема по поводу того, что они разряжаются останется. Ну да. Хотя там вот, видишь, написано, что будет, видишь, написано, я тоже свернул. Блин, свернул и закрыл. Секунду. Режим Night Stand, то есть ночная подставка. Вау. Короче говоря, ты ставишь на эту, на тумбочку себе, поворачиваешь боком и там типа часы горят. Светильник? Нет, именно часы. И ты просто просыпаешься, у тебя сверху кнопочка, то есть будильник звенит, ты на кнопочку жмёшь, типа снуз, чтобы они тебе через пять минут позвонили. И просыпаешь. И просыпаешь работу, конечно, как обычно. Поэтому, ну, изгаляются, пытаются как-то... Вообще, знаете, чего ещё можно ждать? Вот когда Apple отчиталась за последний квартал финансовый месяц назад, там не было точных количеств продаж часов. И все сразу аналитики написали, типа, фу, там, видимо, продажи провалились, что они не похвастались, там, и так далее. Мне кажется, первыми продажами они похвастаются, хотят Тим Кук именно со сцены. Да, кстати. Наверняка, ну, не знаю. Вот, мне кажется, именно для этого. Если бы были средненькие продажи, указали бы в отчёте. А так, там просто сказано, что продано много миллионов, хорошо ожидали. Угу. А тут, он, возможно, как обычно, с понтом выйдет, скажет, там, 10-ти миллиардная загрузка, там, приложения, там, ещё, там, 100 миллиардов за iPhone выручены. И скажет, что часы тем временем за эти, там, 4 месяца продались, там, тиражом, там, столько-то миллионов. Не знаю, посмотрим. Прогнозируют, что не больше, там, 10 миллионов продали вообще везде и там, ну, и это, типа, очень малое говно. Посмотрим. В следующем подкасте, я думаю, мы большую часть всего эфира, да, посвятим именно презентации Apple, потому что, как бы кто нам нас в комментариях не бы длил, что нам Apple промыли башку и вообще говно, но они установочным являются каким-то фактором для многих технологий вообще, потому что, ну, в области мобильного трафика они, конечно, рекордсмены, которые остались далеко впереди. Как далеко позади, только далеко впереди. Согласен. Да. Кстати, как тебе обойка сегодняшняя? Я вот тоже смотрю и думаю, что бы сейчас про нее сказать-то. Я знаю, вот этот вот айсберг земляной, это вопрос говно-сайта-дела Владимира в нашем подкасте. Он вот все тишь догадывает, и вот он один выдается о том, что вот UThemes и WidgetKit. Да ты думаешь? Мне кажется, именно так. Вот во все безмятежности Apple там туда новый логотип Google, и вот опа. Оп, говно-сайта-дел. Да. Ну ладно, нам надо прикрывать попу и идти. Короче, пишите worksobaka.ru Да, нам понравился этот формат. Я даже, если честно, не ожидал. Я думал, нам там деньги будут предлагать, а нас там вопросы спрашивают. Можете, кстати, у нас же... Можете, кстати, и деньги туда предлагать? Можете, деньги на PayPal, во-первых, скидывать. А во-вторых, пишите вопросы в комментарии к вот этому видосу на uwebdesign.ru. Мы начали сбор вопросов на следующий разговор у экрана прямо там, потому что я запилил дисказ в комментарии, и теперь люди смогут голосовать за понравившийся вопрос, и мы будем их зачитывать в порядке... в порядке любви наших зрителей. Поэтому включайтесь, включайтесь в эту игру, подписывайтесь. И потом не переключайтесь. Да, подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Ждите, что нас все-таки когда-нибудь как-нибудь опрувнут назад на iTunes, потому что вообще-то опрувнули, но по-прежнему выпуски не подгружаются, хотя я уже HTTPS вообще убрал для всего контента, касаемого подкаста. Разговариваю с саппортом, непонятно, пока ничего, они не два дня уже не отвечают. Следите за новостями, удачного всем дня, пока. Пока.